В 2018 году один из жителей Майкопа обнаружил во дворе своего дома несколько кустов наркотического растения. Но вместо того, чтобы уничтожить, он их собрал, высушил и хранил в тайнике на чердаке. О противоправных деяниях стало известно оперативникам полиции города. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого удалось обнаружить и изъять данные средства. Эксперты установили, что это конопля и марихуана общей массой более 1 килограмма. Следствием по части 2 статьи 228 УК России было возбуждено уголовное дело. Рассмотрев все собранные доказательства, суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. С начала года в Адыгее произошло 17 аварий, связанных с наездами на пешеходов. К сожалению, в них 4 человека погибли и 14 получили травмы. Так, накануне в вечерний час пик в одном из микрорайонов Майкопа было зарегистрировано подобное дорожное происшествие. Находясь за рулем иномарки, 48-летний местный житель при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущества и допустил наезд на 60-летнего мужчину. Его с различными травмами доставили в больницу. Спустя два дня на дорогах Майкопа зарегистрировано еще два ДТП, в которых два человека получили травмы. Обе аварии связаны с наездом на пешеходов и произошли они в темное время суток. Пересекая проезжую часть по пешеходным переходам, под колесами авто оказались две пенсионерки в возрасте 72 и 73 лет. Обе с травмами госпитализированы. МВД вновь призывает водителей и пешеходов к взаимному уважению и строгому соблюдению дорожных правил. О фактах мошенничества, схемах обмана и как не стать жертвой аферистов. В эти дни в пресс-центре МВД на эту тему состоялось интервью с начальником подразделения КАП полиции региона Вадимом Маркиным. Если более детально посмотреть на мошенничество, среди всех фактов, которые мы регистрируем, выделяются те, которые связаны с банковскими картами. На самом деле, почему люди так вот беспечно относятся к персональным данным, особенно к пин-кодам, и почему они сообщают чужим людям? Злоумышленники не знают ни номеров самих карт, ни паспортные данные и так далее. И в процессе разговора, психологическое воздействие на людей оказывается, что они сами сообщают, даже потом в заявлении зачастую указывают, что вот, они знали все мои данные, а на самом деле, когда это узнается, то происходит зачастую не так. В обороте банковской карты всегда есть официальный номер телефона Сбербанка, куда можно позвонить. Если сотового телефона, это всегда, если Сбербанк, допустим, номер 900. То есть 900, откуда приходят смс, и на него же можно звонить и по тому же номеру, у которого многоканально указана карта. Можно сбросить трубку, перезвонить, назвать свои данные, потому что ты уже звонишь официально в банк, и спросить, есть ли какие-то блокировки счетов и так далее, и на что получится отрицательный ответ. Совершенно новая терминология «социальная инженерия» — это что, насколько это полезно, и что надо знать об этой так называемой «социальной инженерии»? Это очень известное понятие в кругах именно злоумышленников, в основном хакеров. Это когда люди наводят справки, не прибегая к взлому или каким-то техническим особенностям. Вот «социальная инженерия» — это когда человек получает, ну, злоумышленник или преступник, получает максимум данных, которые он может потом использовать против того лица, ну, в отношении кого он ведет. Со страниц в соцсетях, да? Очень много, да, платформ, где можно собрать, но по большей части граждане размещают их сами, потому что «Одноклассники», «ВКонтакте», другие соцсети предполагают как раз набор параметров, когда ты регистрируешься, помимо имени-отчества, год рождения, школа, в которой вы учились, институт, где вы учились, там, в том числе, до армии, место даже работы, абонентские номера, то есть это все большая база данных. Интернет — это очень большая массированная развивающаяся структура, потому что все сферы деятельности сейчас так или иначе завязаны с интернетом. Чем раньше, скорее всего, граждане поймут саму серьезность и правила поведения, там, правила безопасности вести интернет, тем проще потом будет, ну, дальше жить и не попадаться на какие-то уловки. Вы, как специалист, который знает, в отличие от нас, более детально, более четко, как действовать в сети интернет при любых подозрениях, что бы вы могли порекомендовать нашим телезрителям? Перезванивать по официальным источникам. Даже если есть какая-то проблематика, то лучше обратиться в полицию, нежели пытаться решить вопрос по этому же номеру, с которого звонили. В МВД по Адыгее реализуется правоприменительная практика в отношении лиц, не выполняющих требования следователей. Чаще это неявка участников процесса по вызову для производства процессуальных действий. Несколько таких фактов зафиксировано сотрудниками следственного управления МВД. В связи с этим в отношении некоторых лиц были собраны материалы и направлены для рассмотрения в судебные инстанции. Указанные протоколы на правильном суде цели применения в отношении граждан меры процессуального принадлежения предусмотрены статьями 117 УПК РФ. В результате по всем четырем фактам неявки на следственном действии в январе 2020 года по решению суда на граждан наложено денежное взыскание от 1000 до 2500 рублей. Напомним, что гражданин, вызываемый на допрос, обязан явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки безуважительных причин к лицу могут быть применены меры процессуального принуждения. Жители России, регистрирующие иностранцев, должны знать о том, что за фиктивную регистрацию граждан из других стран или их фиктивную постановку на учет предусмотрена уголовная ответственность. Наказание за это – крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет. На днях в Майкопе вступил в законную силу приговор по одному из таких дел, а виновник – житель города. Так, по ранее поступившей информации, сотрудники полиции Адыгеи и регионального управления ФСБ России провели ряд оперативных мероприятий. В результате задокументирована причастность мужчины к фиктивной постановке на учет 50 иностранцев. Дознание по данному делу проводилось сотрудниками полиции города Майкопа. В дальнейшем, по результатам рассмотрения материалов, суд назначил обвиняемому в наказании в виде штрафа. В итоге апелляционным постановлением Майкопского городского суда сумма определена в размере 180 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Коротко о некоторых заметных фактах и событиях. Полиция продолжает проведение проверки по факту нападения 7 февраля в Яблановском мужчины с собакой на местную жительницу. Как выяснила следственно-оперативная группа, в ходе конфликта 41-летний сосед нанес телесные повреждения 51-летней женщине, проживающей в смежной половине частного дома. При этом принадлежащая ему собака причинила потерпевшей травмы в виде укусов. Пострадавшая находится в больнице. Мужчина был доставлен в полицию для выяснения обстоятельств. В рамках доследственной проверки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Результаты послужат основанием для возбуждения уголовного дела, после чего будет избрана мера пресечения. Правоохранительными органами устанавливается местонахождение без вести пропавшего Мальцева Владимира Васильевича, 1958 года рождения, жителя Маякопского района. Мужчину в последний раз видели 18 июля 2018 года около села Дефановка на 1423-м километре федеральной автодороги М4 Дон. В этот день Владимир Мальцев был одет в серые резиновые сапоги и рабочую одежду. Также на лице имелась небольшая щетина. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить по телефону города Майкопа 525727 или на 02 в ближайший отдел полиции. Схема мошенничества, когда злоумышленники сообщают о том, что чьи-то родственники попали в неприятную ситуацию, продолжает пользоваться популярностью у аферистов. Ее жертвами чаще становятся пожилые люди. Преступники давят на самое дорогое, что у них есть, детей и внуков. Так, с начала года от рук мошенников, действующих по такому сценарию, пострадали четверо жителей Адыгеи от 44 до 69 лет. На счета злоумышленников они перевели до 300 тысяч рублей. В таких ситуациях у позвонивших нужно уточнять, какой отдел доставлен родственник и набрать полицию. Для сведения, дежурная часть отдела МВД России по Майкопу находится по адресу улица Пролетарская, 221, номера телефонов, код города Майкопа 52 30 71 или 02. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова